Доброе утро, дорогие друзья! У нас сегодня с вами недельная глава Рье. Очень сильная глава, и если можно сразу с чего она начинается? Она начинается с потрясающих слов. Я даю вам благословение и проклятие, говорит Бог людям. Благословение, если будете слушать заповеди Всевышнего, которые я заповедую вам сегодня. И проклятие, если не будете хранить эти заповеди. Все, казалось бы, очень просто. Итак, перед нами очень такая, знаете, небольшая дилемма. Конечно, казалось бы, все хотят выбрать благословение. Но, как показывает жизнь, не все так просто. Для начала, если прочитать вот это предложение, то можно обратить внимание, что в словах «смотри, я даю вам благословение и проклятие» можно было убрать слово «смотри». А при чем тут «смотри»? Скажи просто, что хочет научить нас Тора этим словом? Многие мудрецы спрашивают, почему слово «смотри» написано в единственном лице. Вот «смотри, я даю вам благословение или проклятие». Давайте я расскажу короткую историю, которую мудрецы говорят, может объяснить эту ситуацию. Один богач искал для своей дочери жениха. В городе жил приличный парень один, но он был из небогатой семьи и не подходил под категорию «хороший зять». Родители чувствовали себя неловко из-за этого, понимали, что является причиной отказа, что не хочет жениться. И пошли к Болшентову, знаменитому Болшентову. Болшентов сказал, подождите, дайте мне один день, я подумаю. Он поднялся, как говорили, на небо, открыл секрет, ему небо открыло, что на самом деле дочь богача, она суждена этому бедному парню от начала времен. И так как отец противился этому союзу, то принято решение на небе сделать его бедным, разорить. И тогда молодые люди смогли бы, которые созданы друг к другу, обручиться. На следующий день Болшентов позвал этого богача к себе и говорит ему, ты обязан женить свою дочь на этом парне. Богатый человек подумал, доверился мудрецу, слушался в слова Болшентов и сыграли свадьбу. Таким образом он спас свое богатство и в заслугу доверия и смирения перед мудрецом Торы и самой Торы. А вот как поступили бы мы в такой ситуации, это очень важно. Арика Дош, самый знаменитый и величайший знаток глубинных, так сказать, тайн Торы, пишет, что каждый человек приходит в этот мир ради определенной цели. И Бог дает каждому человеку условия, в которых он наилучшим образом сможет это предназначение выполнить. Митилат Шалом пишет, что наши мудрецы дали нам совет, как определить эту цель в жизни. Если обратить внимание, что каждый из нас всегда в жизни сталкивается с какими-то проблемами, сложностями и так далее. И вот те вот вещи, которые постоянно пробуждают одно и то же такое, ну, вредность, если хотите, такое качество, и его трудно изменить, и мы чувствуем, что готовы все, что хочешь сделать, пойти на любые уступки, только ничего бы не менять в этом отношении, вот там цель нашего существования, там цель изменить это качество. Каждая проблема, каждая ситуация, с которой мы сталкиваемся, несет за собой либо благословение, либо проклятие. Дорога, которую мы выбираем, она именно туда нас и ведет. Нас можно, понимаете, нельзя дать себя сбить с главной цели, ради которой мы рождены. Если ты все же не выбираешь благословение, то какое право у человека есть тогда обращаться к Богу, к Отцу своему небесному? Просто, как бы, я даже не знаю, как это объяснить, но мне кажется, что очень многие люди, в принципе, понимают, где правда. Ну, вот силы, инерция и так далее. Приведем еще одну такую притчу, которая даст нам некоторое представление. Жил-был человек, отец которого был очень близок к нему, очень добр, осыпал его богатством, любыми благами, охранял его жизнь, чтобы ничего плохого не случилось. Однажды сын сильно решил поссориться с отцом и убил его, убил отца. И вот он стоит перед судьями, осознает, какое преступление он совершил, но все-таки, понимая, что в беде, и что его сейчас строго накажут, он просит судей смилоститься над ним, отменить наказание, отпустить его по той причине, что он что, сирота. Да. Представляете, вот наглость вообще всей этой ситуации. А кто сделал тебя сиротой? Если у тебя хоть капля совести просить, это притча очень точно по отношению ко всем просьбам, с которыми мы обращаемся ко всемышнему. Я хочу, чтобы сегодня вот именно эти горькие слова мы услышали. Достаток, жизнь, здоровье, другие необходимые нам вещи. Кто не дает нам эти блага? Всевышний со своей стороны всегда желает и стремится дать нам добро. Он стремится дать нам благословение все в неограниченном количестве. Но только наши поступки портят, разрушают мир и нас самих. Поэтому какое право у нас есть просить о милости? И если человек находится в страшной опасности и просит у Бога милосердия, чтобы тот спас его, кто довел тебя до такого состояния, что тебе приходится спасаться? Кто довел тебя до состояния, когда ты умоляешь выбрать, спаси меня? Ведь ты должен был выбрать благословение. Выбери благословение, выбери, чтобы не надо было вот этих все просить и спасаться. Было очень много дополнительных всяких предостережений, увещеваний, там все, что не сходите с пути духовности. Не сходите, не делайте, иначе произойдет так-то. Если вы сделаете так-то, будет вот так-то. Поэтому смотри, я предлагаю тебе сегодня благословение или проклятие. Выбери благословение. Это, наверное, один из самых сильных проникновенных слов, которые обращены к каждому из нас. А так как у меня сегодня еврейский день рождения, а в день рождения человек имеет право давать браху, и она очень сильна, я даю всем, кто меня сейчас слышит, браху. Браху на то, чтобы мы выбрали благословение. Браху на то, чтобы мы нашли правильную дорогу. Браху, чтобы мы нашли свою дорогу к Отцу нашему небесному. Браха вы от слаха, всего самого-самого лучшего. Браха вы от слаха, всего самого-самого лучшего.